вечно одно и то же где соска потеряли собор где соска глеба в общем легкий дурдом такой после вчерашних праздников где соски вообще детские но сегодня боксинг знает супер мега скидки и распродажи мы решили попытать части в море те соски детские девочки у меня их 100 штук я не могу найти ни одной вот что она делает моих вещах это боря короче давайте я вам сразу покажу свой аутфит по традиции по это вот такой у меня парфюм ангела и демона я решил его добить там осталось чуть-чуть вот ну и собственно чё на мне джинсовая рубашечка светлые джинсы часы браслеты и ну как будто эти какие-то бусики вот сейчас поедем в мол возьмем вас с собой вот мы собрались ехать уже всем жду федю такой у меня аутфит кстати с этим пальто но конечно я прохладно оделась даже очень холодно у нас на улице только плюс 3 ну мы как бы в моле будем гулять чё нам да вот я вам получше потом расскажу об этих вещах когда их немножко поношу но пальто мне пока очень раз так стильно смотрится попробуем показать не знаю чего там видно вот в общем надеюсь муж меня снимет моли видите женщину с коляской это коляска для собаки и таких много вот это вот для этого ведь она гуляет собачку лишь баре для собачки колясочка по-моему это бред вот правда просто бред смотрим подарок одном магазине решила я померить очки вон клёвый дошли поесть а тут конечно кучу народу сели купить горе просто картошки мне интересно это какой-то пиар-ход таких красавицей становиться стойки мы приехали кое-что прикупили сейчас я чихну я себе купила сапоги ой с 50 процентной скидкой в общем в принципе за этими сапогами я давно скажем так охочь охотилась вот наконец они мои что еще там уж себе что-то купил ну да вот я думаю что я нам сделаю знаете что потом отдельное видео в январе мои покупки одежды потому что честно мне понравилась еще одна вещь от ральф лоран и вот я на нее прикуплю и тогда звякну сделаю отдельное видео для вас покажу по своей покупке хочу показать вам вот такой прикол краски нам такие тут подарили борем значит смотрите это абсолютно прозрачная жидкость такая даже не жидкость какая-то такая масса что ли здесь можно вставить батарейки она бы там как светится но без батарейка пока используем поэтому значит смотрите это прозрачная жидкость который не запачкает вам ничего ну как бы да не меры ничего специально а здесь обозначена как бы на самом деле цвета которые она дает прилагалась еще кисточка но борька у нас ее уже отрезал так с ней играет глеб я думаю что любая кисточка тоже пойдет и прилагаются к ней это нам подарили наши друзья привет вам из большое спасибо как же говорят такие специальные бумажки вам в 20 штук наборе и когда ребенок кисточкой но окунает в эту жидкость потом начинает мазать на листочке видите получаются разные цвета вот и в общем здесь вот не знаю что это здесь такое было инструкцию как обычно не читаю потом прочитаю вот в общем вот смотрите очень классная идея и подарка и для своего ребенка в общем класс видите где было куплено не знаю но вот как бы думаю это реально найти называется знаете как колор ванда фокусирует он фокусирует вот видите колор ванда вот всем привет у нас субботнее утро 20 какой-то 7 наверно уже декабря практически новый год я сейчас приехала на стрижку буду менять свой супер этот прическу кажется мне объектив грязный но если что я упала почищу не буду говорить пока что я планирую делать потому что то что я планировала я планирую но что-то мне немного стрёмно делать то что я хотела сейчас подумаем обсудим и очень потом я вам покажу вот да такие вот у нас дела ну как вам я восторгит класс мне кажется посмотрите еще потом в течение видео я еще и буду снимать так мы едем в парк олдмил мы там уже были показывали кажется может показать очень интересно не будет вот у нас очень непонятная погода люди едут подождите на 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 а да заценить мою прическу я правда не знаю как видно потому что все засвечено я теперь цвета своих брюк как сказал педя но ему не очень понравился цвет волос но ему понравился трижа мне нравится все еще в восторге надо меняться пупсик но это не страшно волосы это ж не зубы от разума потому что думаю покрасится какой цвет такой вот прикольно и короче ладно в общем это новое я надо привыкать я еще до сих пор пугаю себя в зеркале опять машина нам налево вот собственно подождите хотела что-то сказать в общем все мы едем в парк мы приехали ходим смотрим обсуждаем мой новый цвет волос я тебе говоришь ему нравится задают странные вопросы типа ты именно такой цвет показывал а у тебя цвет цвет волос под цвет штанов его высказывания чувствуешь ему не нравится все на улице плюс 9 но что-то как-то холодно там очень фонтанчики шоколады как сложилась вот за все так выбор так не особо но половину я уже съела да там есть вот щас ха кто еще не привык это новая просто хотела вам сказать что я знаю что я сейчас выкладываю влоги 2 за 1 день как бы 2 2 дня в одном и то есть получается через день. Просто реально ничего интересного не происходит. Что мы думали сделать прикольного, мы пока не делаем. Что-то мы просто отдыхаем. А как бы, ну что вам буду снимать? Вот это я лежу на диване. Это я не знаю, просто почистила зубы. Ну как бы тупизм. Поэтому я пытаюсь что-то снимать интересное. Но мы как мы проводим? Просто встречаемся с друзьями. Ну что, я буду своих друзей для вас снимать? Хотя, не знаю. Вот. В общем, поэтому я думаю, что этот влог тоже за два дня он вообще будет, по-моему, самый интересный. Ну, возможно, только вот смена моей прически его так немножко окрасит. А так вообще, по-моему, ни о чем. Да. Ну, может быть, завтра будет что-то поинтереснее. Есть у меня парочка задумок на завтра. Но тоже не знаю. Сегодня у нас тоже были громадные планы. В итоге мы просто решили провести вечер, как бы, да, пообщавшись, не знаю, с хорошими людьми, интересными. Поэтому не знаю. Вот так вот. У меня больше нечего сказать. Да. Давайте я вам вот что отвечу. По поводу прошлого влога, где я показывала китайские вещи. Ой, девчонки, я так не парюсь, честно. Я вам уже говорила в каком-то своем видео, что я считаю, что основы гардероба должны составлять хорошие, качественные вещи. Да, то есть, как бы такие вот. Но при этом, я считаю, нужно покупать всякую хрень дешевую для того, чтобы не синтетику, синтетику против синтетики. Для того, чтобы просто разнообразить. Потому что, знаете, если вы одеты, ведь важно не то, как бы, во что вы одеты, а важно то, как вы одеты. То есть, полно есть людей, которые одеваются бюджетно, даже, я бы сказала, дешево, но они выглядят стильно и классно. И от того, что вы будете покупать вещи, я не знаю, только каких-то там хороших брендов, это тоже не значит, что будет выглядеть интересно. У меня, у самой, я знаю, лично людей, которые одеваются очень бюджетно, но они выглядят офигенно, и те, которые одеваются торг, и вообще выглядят неинтересно, не знаю, вот как старая бабушка, да, как вы говорите. Поэтому все такие мелочи, не знаю, что на них вообще заострять внимание. Конечно, тут можно поговорить о том, что помните, в этих своих первых логах я говорила, что я прочитала книжку, и там говорилось о том, что, типа, нужно покупать лучше одну вещь, ну, качественную. Я с этим согласна. Согласна, и на самом деле, если дело обстоит, там, относительно мебели, посуды, чего-то такого, да. Но одежда, это такое, я не знаю, это порыв души. А порыв души может быть разный. Сегодня такой, завтра такой, как бы, да. То есть, допустим, сапоги, вот обувь, я говорю, вот обувь я категорична должна быть, конечно, хорошей. Обувь, вот сапоги я долго отслеживала. Я купила себе дорогие сапоги, ну, правда, со скидкой, да, как бы, ну, на 50%, даже чуть больше. Как бы это, да, вот это я вряд ли готова покупать и носить дешевую обувь. Потому что как-то, ну, потому что мне жалко свои ноги. Ну, и вообще как-то обувь лучше, что ее менять каждый сезон? Ее надо все-таки носить долго, и потом хорошую обувь она скрасит любой аутфит. А одежда, я вас умоляю, от того, что я купила какой-то свитер или пальто, не знаю, за 20 долларов, не знаю, по-моему, это поинтереснее сделала в мою жизнь. В общем, это вот такие вещи. Я сейчас буду что, пылесосить? Ой, пылесосить. Опять гладить. Что еще делать? Я думаю, знаете, что снять для вас видео своей покупки. Одежды. Меня там в каком-то видео просили. Кто-то мне один раз, по-моему, мне девочка написала, что она просит снимать покупки одежды. Ну, одежды, обуви и так далее, аксессуаров и своих, и детей. Если вам интересно, напишите мне под видео. Потому что, ну, на самом деле, когда я снимаю видео, я не очень парюсь о том, как я выгляжу. Но, как мне кажется, у меня есть что-то интересное. Покупки я совершаю часто интересные. Даже была бы готова с вами поделиться. Вот. Ну, в общем, как бы напишите. Если вам интересно, я буду сделать для вас такое видео. Оно будет не влогово. Оно будет просто как отдельное видео. Я вам покажу свои покупки. На себе не знаю, буду ли показывать. Для меня это очень долгий процесс съемки. Я так... Мне нет на это времени. Но, конечно, я бы, наверное, хотела бы для вас так сделать. Может быть, какие-то фотки буду вставлять. Не знаю. Вот. Так что давайте, напишите мне. А всем пока.